Нифига себе, там судя по звукам на улице какой-то ад начался, хотя я вроде выходил, не было такой бури, что за страшные вещи происходят, так как будто вообще все сдувает просто в мясо, знаете, выброс, буреносный выброс. Слава богу, нам нужно идти на улицу, сейчас просто пойдем через шахты, собственно, с этим взорем, городской массив, ого, не-не-не-не-не, все, нам, значит, туда, получается, это дырка выхода, точнее, входа, ну и выхода, и входа одновременно, она, значит, в эту сторону, я ничего не буду собирать, ничего не буду подбирать, у нас, в принципе, все есть в большом, так сказать, достатке, поэтому просто выдвигаемся в новую локацию, которую мы ждали на протяжении долгого времени, аж погода сменилась на, так сказать, позитивную. Так, ладненько, здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Найтгвард, ну что ж, ребят, пятая серия по Элон Инвиншторм, собственно, продолжаем, так сказать, идти, куда-то чопать, чтобы спасти свою задницу, потому что на этой локации ресурсы подошли к концу, мы собрали все, что смогли, и, собственно, выдвигаемся в локацию Зори, где вроде как могут быть военные, люди, которые нам, как говорится, объяснят, что же здесь происходит. По традиции, напоминаю про ваши лайки, про комментарии, и, собственно говоря, поехали играть. А, и да, это уже серия, ребят, с большим патчем, поставил, там есть некоторые нюансы, вот, возможно, у нас на релизе будет все гораздо лучше, время, вот, собственно говоря, поставить патч, и я его поставил, поэтому поехали. Там много чего пофиксили, много чего поменяли, поэтому, скорее всего, сейчас большинство вылетов должно исчезнуть. Говорится, ради этого мы и потеем, и стараемся. Так, налево, 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 максимально налево, тут тоже налево, тут нихера нету, банка с порохом, еще левее налево, тут тоже, по-моему, налево, и... Это что такое? Это уголь я заберу, тоже заберу. И вроде как это выход у нас в город. Ну, все, в город. Так, долгий путь завершено, теперь на ощупь задание, ну, давайте смотреть на эту новую локацию. Блин, реально, в этой игре не хватает только одного, это бинокля, у меня прям, ну, типа, не знаю, чешутся ручки, вот, осмотреться, может, какой-то прицел на Мосинку, блин, ну, хочется реально прийти, вот, у тебя сейчас просторы гигантские, я нахожусь на камушке. Можно я осмотрюсь? Нет, нельзя. Так, а у нас... А-а-а, у нас карта была только первой локации, я по ней только ориентировался. То есть здесь теперь надо ориентироваться просто на местности. Блин, не прикольно. Что по температурке? Минус 6, даже, так сказать, с нашими, сейчас, внешними амунициями, минус 6, но это, в принципе, терпимо. На чей-то труп валяется? Молодой человек. Так, дневник сталкера, карта полярных зарей, спички и швейцарский ножик. А-а-а, так все, проблема решена. Карта полярных зарей... А как ее открыть, эту карту полярных зарей? Это что у нас такое? Это дневник сталкера? А, это дневник сталкера. Черт, какой забачий холод! Попробую печатными, чтобы потом понять, что я тут калякал. Рация, как назло, сдохла, так что этот чертов сигнал теперь не найти. По моей информации, где-то на севере должна быть метерстанция. Интересно, что с ней стало, с ее работниками. Ну да ладно, спрошу у них лично, чем они занимались, когда тут весь этот кабанец произошел, кабзец. А надо только пройти через эту старую шахту. А, то есть сталкер шел к нам, так сказать, ища у нас ответы на вопросы и у нас помощи. А мы идем в обратную сторону к вам, к сталкерам и к военнам, чтобы понять, что происходит. Классно состыковались. Так, донесения. А где карта-то, слушайте? А, вот она. Эту сейчас убираем в инвентарь, а эту ставим сюда. Ох ты ж, ёк ламане. Так, а где мы вообще вышли? Ёлки-палки, здесь просто миллиарды зданий. Блин, ну хоть бы подписали, где у нас находится шахта. Так, длинная прямая дорога. А, шахта, наверное, вот она. Скорее всего, туннель уходящий. Вот, справа. Мы сейчас должны выйти по длинной дороге через мост в какой-то ангар. И слева от нас будет, собственно, основной поселок под названием Полярной Зори. От него левее поселок Ведяева. А, собственно говоря, приборный завод и озеро Круглое. Понял. Ну, вроде как разобрался. Вроде как. Мужик, бедолага, не дошел буквально до шахты. Вот, не знаю, ну, блин, буквально 10 метров. Дошел бы внутрь и все было бы хорошо. То есть там уже погода более-менее нормальная, не так сильно дует. Так, ну режим хомяка не отменяется. То есть то, что... Так, выработка угля компании Сев Уголь. Выработка угля компании Сев Уголь. Вот реально было бы интереснее, это все дело подписывалось. А локацию открываешь, как бы, и у тебя на карте подписывается. Было прям вообще шикарно. Так вот, то, что у нас много амуниции, как бы, режим хомяка не отменяет. Можно искать новую амуницию. Потому что у нас вроде как здесь сейчас Sony на плюс 7 собрано. Вот плюс 5 ботинки у нас. Плюс 5 штанишки. Плюс 3 шапочка. То есть у нас из максималок только куртка и перчатка. Я хочу полный комплект выживальщика. Вот хочу и все тут. Ну и плюс, конечно, сейчас первостепенно. Надо будет найти себе базу основную. Потому что эта игра за один, типа, заход не проходится. Мол, пойду, пройдусь по всем зданиям и выйду. Тут так не получится. Нужно будет идти. Где-то тормозиться на ночь. Поэтому будем искать сейчас себе место для этого дела. Кстати, играть, сейчас на секунду задумался о том, что у нас столько канистр было на той локации. Но я реально за всю игру больше нигде не находил вообще этому применению. Тут, я не знаю, как-то странно. Мне казалось, бензин будет краеугольным камнем вообще всего в игре. Но, походу, я ошибся. Старый добрый топорик, походу, лучше решает проблему. Так, ящики. Пустой, зараза. Тоже пустой. Тоже пустой. Блин, три ящика стояла, все пустые. Брат, на тебя надежда. Опа! Вот и надеждочка. Топорик у нас еще один. Блин, килограмм триста. Наверное, второй брать бессмысленно. Он, мне кажется, очень долго будет ломаться. Больше молоток я ломал на протяжении всей локации. И 87 процентов. То есть, нет смысла его даже брать. Это что такое у нас? Нижнее белье. Можно порвать на ткань. Но это возьмем. Водичку возьмем. Спички. Тоже не знаю. Разбитый фонарик. Ну, в целом можно. Ботинки на... Вот они, плюс семь. Так. Комплект собирается. Наши легендарные элитарные. Остались штаны и шапка на максималку. У меня, знаете, такой пунктик в голове. Типа, хочу собрать полный комплект именно полярника. Вообще, странно, что я, будучи работником метеостанции, не имел его изначально. Потому что это же мой комплект. А вот здесь что-то было. Сломанная рация. Здорово. Так что пунктик собрать. Это все. Это довольно адекватный пунктик. Слушайте, они работают, что ли? Нет, работают. Но там ни хера нету. О-о-о-о! Это просто это в сердечко. Это просто в сердечко. Смотрите, капот. Ничего полезного. Типа у нас в семье первая машина, которая была, которую нам подарил дедушка. Это была, собственно говоря, пятерочка. Слить бензин. Необходимая канистра. Понял. Была такая пятерка салатовая. Уф. С ней столько было приключений. Один раз даже у нее клему закрапило после речки, которая отвечала за гудок. Она стояла, из нее валил дым из капота. И она гудела на все кругу. Была такая фиеста просто. Вы бы знали. Так, здесь тоже ничего. А здесь тоже ничего. О-о-о! Это что за полубелас? Я когда такие машины вижу... Кролик! Тихо. Давайте используем вместо дроби нормальную пулю, чтобы кролика не сломать в мясо, а именно убить и забрать с него шкуру. Осечка. Тихо. А-а-а! Даже 0%, да? Ха-ха-ха! Да-а-а! Сейчас бы с нулем процентов стрелять. Живи, боец! Так вот, я каждый раз, когда вижу такие техники, я вспоминаю просто гениальную игру из моего детства. Это X-Machine. Это просто гениальная игра. Вот реально гениальная. Как по мне, это была такая полуэкранизация стругацких, честно говоря. Прям очень похожа. Там тоже НЛО была замешана, аномальная зона, все дела. Так, ну короче, нихера здесь нету. Сейчас еще проверим здесь багажник. Но он тоже, скорее всего, пустой. Понятно. Но когда у тебя на локации столько зданий, я думаю, разработчики как бы и не парились лут раскидывать среди машин. Хотя на карте есть, не знаю, домов 30, наверное, где можно позабирать кучу всего. Они, собственно, вон впереди виднеются, гигантские эти здания. Единственное, вопрос в том, что, насколько они, в принципе, лутабельны. Будет, конечно, смешно, если они все пустые, ну то есть просто текстура. Тогда, конечно, будет невесело. Консервированная кукурузка. У-у-у, бандюэлечка моя любимая. Главное, на ночь мы его не кушали, иначе потом можно задохнуться поутру от своих же газов. Опасная вещь, на самом деле. Шутки шутками, этот, была серия из прекрасной передачи эти. Господи. Разрешители мифов, что ли, называлось? Где-то это Адам Сэндлер, или кто-то там его друг еще. Они проверяли эту тему, сказали, что, в принципе, умереть можно. Если комната небольшая, нет абсолютно никакой вентиляции, то за что-то часов 12-13 кардежа можно умереть. Немножко информация для вас, чтобы вы имели в виду, что это опасно, поэтому на ночь яблоки, кукурузу, ребят, не кушайте. Так, а что касается у нас здесь, вот это не совсем похоже на то, что я вижу, потому что у нас появилось ответвление. Мне казалось, что я вышел вот тут справа из туннеля, но там поворотов нету, и речка есть. А здесь поворот есть, и выход к какому-то постаменту. То есть это уже город. Тогда мы не совсем там, где я подумал. Ну, вряд ли машины как-то на карте отображались. Слушайте, хрен его знает. Впереди мост какой-то, какой-то из мостов. В принципе, на локации всего-навсего два моста. Всего два. И не там, и не там, нету поворотов налево. Вот в чем прикол. Давайте, чтобы не теряться, пойду-ка я, наверное, тогда в городок сначала зайду. Через мост пройдем. Так, полярные зори. А, вот, это я выхожу прямиком в полярные зори. Я, походу, вышел на центральном вот этом вот мосте, мосту, моста. Тогда понял. А налево он за ворот как раз-таки, скорее всего, вот это поворот Ведяева, а это дорога, которая здесь, и вот этот вот парк, он вообще на карте не помечен. Налево у нас поселок Ведяева, по прямой полярной зори. Слушайте, может быть, тогда для начала сходить в Ведяева, ну, типа, в более мелкий поселок, а уже потом идти вот сюда, в эту кромешную тьму. А что у нас там по заданию? Похоже, это была не шутка, тишина, конечно, тут мрачная, надо попытаться найти сигнал с помощью моей рации. А-а-а, подождите. Ах ты ж, елки-палки, благо я это прочел. Так, 400 метров до сигнала. Понял. Все, я вас понял. Где-то находится в той стороне сигнал. Блин, ну, все равно, хочется для начала пойти посмотреть вот Ведяева, это, что у нас там есть. Да я понимаю, я понимаю, я уже понял, я уже понял, все, окей. Значит, для начала идем Ведяева, потом сходим по сигналу. Просто я же такой нелюбитель человечного бега, что потом обратно идти будет, падла. Это может пригодиться. Может. Тут, в принципе, теряться, ну, так, на вид особо негде. То есть, глазу зацепиться за что-то есть на карте. Если ты понимаешь примерно свое положение, то потеряться вроде как не должен. Если я ничего не перепутал, а если я реально найду Ведяева, то все идеально. А это, скорее всего, так. вон, там церквушка, это, наверное, какая-то местная деревня была. Так, а что у нас там по доскам? Пятерочка. Там нужна еще одна для костра. А по температурке минус 2. Блин, то есть, реально, если сейчас себе найти последнюю шмотку, последнюю, да, даже если не брать шапочку в обиход, вот, то я буду всегда вот на стандартной температуре, ну, когда нету бури, грозы там и прочей херни, я буду в ноль выходить. То есть, мне не будет холодно, в принципе. Так, ну, я думаю, что это Ведяева. Так, что таблички не видно, но... Ну... Да, 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 вон, церквушка, как большое здание помещено на карте, как буковка такая, не знаю, Т, с большой шляпкой. Короче, я правильно пришел. Добро пожаловать! Покинута деревня Ведяева. Все правильно. Как говорится, к пятой серии Владислав топографии уже разобрался просто. Можно, в принципе, и выступать в этих, в Олимпиаде по ориентированию. Так, мои любимые. Кстати, может, я смогу что-то пора лучше ломать? Ну, гораздо быстрее. Еее, хорошо. Так, ну, дерево нам пока что не нужно, как бы, если вдруг что, буду иметь в виду, что здесь есть. Так, это что? Настойка лечебная. Честно, ни разу не заболевал, ничего такого не делал, не ошибался. Может, конечно, мне везло, может, потому что я слишком хомячный хомяк, который находил много всего. Так, это не ящик с ресурсами? В общем, очень похож. Ну, не открывается, к сожалению. Похоже на армейские ящики из Таркова. В такие пушки, как бы, кладут. Можно открыть, пожалуйста? Ух ты ж, ё-моё! Так, здесь буквально через берег какой-то кипиш начинается. Подождите. Ну, вряд ли пройти можно по льду, да? Станция ветряков. Слушайте, деревня получается не такая уж забытая. Просто мне казалось, наоборот, сейчас безопаснее всего пойти в деревню, мол, какая-то деревня. Если какой-то кипиш и был, то где-то там в городе, но... Здесь тоже какие-то проекты были в этой деревне. О, еще и волки завыли. Ну, этих мы не боимся. Там какая-то стройка находится. А, ну, сейчас, секундочку, где наша рация? Где рация? Я потерял рацию. Вот она. Ну, да, короче, сигнал находится там, по ту сторону, очень далеко. Так, еще настойка, лед прям трещит по швам. О, флажок стоит. Не идите. Мы такие уже флажки испытывали, как бы, так что, ну, повторно этого делать не буду. Настойку взяли уже хорошо. Гребаная усталость, пить захотелось. Так, где там наши эти? Жажда, насыщение, грибной бульончик. Пошел в ход. Как будто что-то двигается внутри церкви этой. Но это явно не звук ветряков. Они так сильно не скрипят. А вот здесь что-то происходит. Самогон! Акватапс! У-у-у-у-у! В принципе, я могу, мне кажется, и без базы выживать. Вот сейчас. Ну, запас настолько большой, ресурсный, что я могу просто в любом месте открывать, как бы, костер и все. И все, что хочу, все делать. Так, ну, может быть, зря я сюда пошел первостепенно. Блотина расшала по сигналу. Мне почему-то показалось, что деревня будет, ну, как бы, местом, ну, просто местом хабара. Просто деревня, там, остатки людей можно пособирать и все, и идти дальше. Но есть подозрение, что мы сюда еще вернемся по заданию. Вот чего я боялся. Так, здесь вроде никаких секретных устройств такого ничего нет. Уже облегчение. Так, запись жителя города часть 2. Опа, вот это хорошо. Запись жителя города часть 2. Это она? Понятно. Понятненько. Возможно, тот самый сталкер, который погиб, собственно, перед этим, перед выходом в шахту. Ну, то есть, волки официально как бы есть, и они жрут местных жителей. Возможно, они до сих пор здесь. Но я точно их не боюсь, к сожалению, для них. Пять. Они все попадались с текстурой вниз. Так, еще порез, металлолом, рыболовный крючок. У нас удочка есть. Этот крючок нахер не срался. Так, ну, если такая, как говорится, пьянка, можем сюда просто уходить и идти реально по сигналу. А, здесь подъема нет, все сломалось. Понятно. Ну, давайте быстренько сейчас потрогаем дома, прям очень быстро. Хотя, конечно, вот это внутреннее наитие, что здесь, возможно, в ящичке есть та самая шапка полярника на плюс 7 градусов. Найди ее, Владос. Без нее игра будет не пройдена. Так, ну, честно, я не хочу ломать эти гребаные ящики, потому что там, конечно, заслуждаемый лук. Набор для заточки, ну, это прикольно, наверное, но, короче, смысла в этом мало. У нас это все уже есть. Мне нужны именно тайники, именно коробки. Вот в них бывают прям сверхвкусные вещи. Так, и это не коробки. Банк канифония. Заберем. Хотя, опять же, это пока что бесполезный ресурс, потому что он работает только на станке. У нас станка как бы с собой нету. Тупо вот разжигалки сюда. Куча ящиков колесо велосипеда. Падай давай, падай! Падай, я сказал! Не разбился. Да хватит так дышать-то тяжело. Кстати, а где... Где вода, которую я собирал? Не смог найти. Началась кратковременная паника. Благо, есть дороги везде, в принципе, сориентироваться по ним довольно просто. Так, обыскать ящик. А, эти большие ящики обыскиваются? Что? А те, которые до этого были, не обыскивались? Топорик есть красивый, но у нас тоже есть не менее красивый. Так, стоп, подожди. Это какие-то особенные ящики или те тоже лотались? Что-то я не понял. Это, походу, какие-то особенные ящики, потому что в этой надписи не было. А ну-ка. Не-не-не-не. Только какие-то особенные ящики были, понятно. Специализированный ящик, как говорится, по делам лута. Тут пасека была. Медицинская машина. Кстати, надо проверить наличие чего-либо. Хотя я потратил за всю игру одну аптечку и то по своей тупости. Так, топливо для сжигалки. Еще одно. Короче, в спичках смысла больше нет от слова совсем. У меня сжига и две заправки для нее. Опять рация. Шоколадка. Хрена себе. Побалуем себя вкусняшками. Опа, опа, нижнее белье. Чем оно нужно? Ну, типа, только разрывать, чтобы на ткани все. Так, поднялась буря. Ну, нам в принципе, в принципе, вот, в принципе, насрать. Набор для заточки. Шашка тротиловая. Тетрадь общая. Пойдет в дело. Так, подожди в дело. Донесение. Дневник сталкера. Тетрадь. А, это список людей, которые здесь. Ух, елки-палки. Сотер Перелин, 23 года, рак легких. Пиздец, дядя. Альвали Мохов, 56 лет, экзема. Бронхиалиполярный рак тоже. Это, типа, может, на то, что заражение какое-то было? Причем такое, воздушно-капельное. То есть, там у всех практически именно рак легких. Вряд ли это, типа, от курения. Альва Потапова, блин, 12 лет. Она вряд ли курила. Тоже, практически все связано с легкими. Короче, какие-то химикаты здесь, завода с местного, я так понимаю, втихую впрыснули в воздух. И ребята, которые здесь жили, в деревне, немножечко склеили ласты. Совсем чуть-чуть. Топливо тоже. Топливо для зажигалки. Ну, короче говоря, с этим у нас проблем больше не будет никогда. Нашли просто абсолютный максимум. Так, коробочки. Мы должны ломаться, мне кажется. Понятно. Хотя, может быть, упала вниз. Такой вариант тоже есть. Потом проверю. Ну, скорее всего, да, падает вниз. Так, обычный ящик, ящики, ящики, ящики. Здесь нихера нету. Давай, 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 друг, давай. А, тут дырка в полу. Я смотрю, а, там снега навело. Смотрю, какая-то крышка валяется, что-то не так. Так, тихо, у нас есть чем пусть нам осветить в этом месте. Ну, это раньше порох был, но почему-то перестал браться. Не знаю, почему. Хотя, я так и не понял, как эти патроны делать. Ну, вообще, честно. У меня до хрена гильз, до хрена пороха, но патронами даже не пахнет. Машинку забрать не могу, к сожалению. Понятно. Опа. Запертый дом. Так. Это уже интереснее. Спуститься в убежище. Необходим ключ. А-а-а-а. Ё-моё. Вот это да. Вот это, конечно, нашли себе челлендж на голову. Я ж, сер, не усну, пока мои рыбные консервы. Ключик-то не найдем. О, зараза. Маленький ключ. А! Это может быть полезно. Это суперполезно. Фу, меня аж отлегло. То есть, здесь какой-то мужик, вот это, походу, он и был, этот сталкер, который явно пережил этот первый всплеск. И он уже готовился именно к выживанию в этом месте. То есть, что-то, что-то не позволяло ему уйти с территории, да? Запасы делал тут, не знаю, наверное, воды, какого-то продовольствия. Сделал себе убежище. Короче, парень готовился к этой заднице. Схрон местного жителя. Да, 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 готовился. Причем очень даже как бы хорошо. Плотненько, я бы сказал. Что-то уже выращивал. А, тиски, это и есть на зону, как сказать, создание каких-то вещей, да? Верстачок. Но здесь нифига нового нету. то, что у нас есть обычно без тисков. Рыболовная леска делается, рыболовный крючок, фонарик, самодельный ножик, топор, молоток, ручка инструмента и, собственно, рямина. Ну, ничего интересного, я бы сказал. А, необходим бензин. Вот для чего бензин. Это, типа, как раз таки есть точка для нашей базы. Ну, мол, мы как бы вот здесь и можем, если что, передыхать. Можем здесь спать. Наверное, если дадим здесь питание, то... А, тут, в принципе, так, без питания, по ощущениям, плюс 20. Вряд ли это сильно бурей нам испортится. То есть, если вдруг, что как, вот в этом доме мы должны, по идее, спать. Так, но ресов здесь больше нет. У меня, к сожалению, ребята, буржуйки не работают. Их вырезали пока что на локации, потому что они залагали, но это все потом починится. Поэтому, ну, вроде как я получил право на создание костров в таких местах. Сейчас. Ну, я здесь сохранюсь. Опорная точка. Нашел базу. У вас этого не будет. Вы не сможете сделать себе костры в таких местах, но у вас будут буржуйки на релизе. Поэтому, все окей. Все по-честному. Так, зажигалочка моя ненаглядная. Где ты? Давай тебя используем. А где она? Вот она. Гори, гори, ясно. Еее. Блин, тут бы, знаете, что в этом месте, если бы поставили, было бы хорошо. Это не генератор, это, ну, короче, тайник какой-нибудь, когда можно было бы скидывать вещи. Так же, как в первом заходе. То есть, здесь нет ни одного ящика, который я могу открыть, чтобы туда лишнее скинуть. Это прям не круто. Так, ладно. Что мы сейчас можем здесь сделать? Реально, перегруз просто супер критичный. У меня уже 20 тряпок этих было. Где эти тряпки вообще? Стоп, у меня же их до хера было, я собирал. Это, это мох, это не тряпка. Где мои тряпки? Долблюсь в глаза, не вижу. 20-то тряпка. Короче, я здесь скину, если она пропадет, то из игры, но пропадет, типа, не проблема. Значит, совкидываю боты эти. Мойсеньку пока с собой потаскаю на случай, если вдруг будет какой-то ремонтный инструмент. Фонарик это разряженный, тоже выбрасываю. Просто миллиарды ножей швейцарских для разбора вещей, я не знаю, тоже опять же 11% наставляю, остальное мне не нужно. Фонари эти все тоже на выброс. Фильтры пока пусть будут. Что еще? Топливо пусть будет. Четыре рации тоже, это металл, там надо будет найдем, мне кажется. Карта полуострова с нами пусть пока остается. Топор, молоток может разбирать так, наборы для стрижки, черные ящики и уголь. Здесь у нас что? Не разбирает ничего, это просто инструмент для того, чтобы гасить, то есть надо их оставить оба. Так, инструментики, слишком много банок, сейчас, наверное, я часть использую, часть выкину. Это что у нас? Самогон, блять, самогон еще дохренища просто с собой. Так, набор для заточки, не может быть использована при состоянии ниже 20%. Это для ножей, тоже в таком количестве, не знаю, ножик так быстро не ломается, я не знаю. Давайте под выкину один отставлю. Ну реально перебор. Банка с порохом, вот тоже, блин, вот, ну не знаю, как делать ваши гильзы, я что-то не понимаю. Вот банка с порохом, через нее не получается, через гильзы тоже не получается. Вот где их делать, не ясно. Можно прорвать на ткань нижнее белье. Тоже нет смысла этого никакого, как в принципе и в записке, которую мы уже прослушали, можно пока выкинуть. Ну спички особо ни черта не весят, но смысла в них тоже мало. Когда есть зажигалка и три, извините меня, тюбика с топливом. На один костер 35%, ну то есть, тут как бы это просто забей. Так, 53 килограмма. Тоже на выброс. Уголь, наверное, пока оставлю. Пока, мисс. Тонны шиповника. Удочка. Ладно, стойка подраскинулись. Ну пропадет, пропадет, типа не проблема. Вообще не проблема. Так, значит, что нужно сделать? Использовать. Термос чаем из шиповника, шиповник. Шиповник. Интересно, Термос можно подогреть на костре? Он просто уже охладел. Он холодный. Походу нельзя. К сожалению. Грибы, вот реально, это имба. Лучшая хавка в игре. Съедобные грибы, когда делаешь бульон, насыщение, плюс вода. Просто невероятная тема. Блин, я что-то делаю, делаю эти грибы, а у нас банки не добавляются. Они почему-то все есть и есть. Хотя, по идее, как бы на создание одной вещи должна ходить одна банка, но... Странно. А! Это типа, нет, пустые банки, действительно, еще, еще до хрена осталось. Делаю, короче, запас бульона. Грибы жрать уже не буду напрямую, это слишком невыгодно. 100 калорий, когда ты можешь сделать себе 200 минус 200. Давай, грибы что-то готовим, которые у нас есть, чтобы они не пропадали. нужно будет идти канистру. Здесь по дороге есть пару тачек, тут точно, мне кажется, можно слить этот... Скажите, пожалуйста, слить бензин. Здесь разжечь себе базу, просто, чтобы было, типа, до красоты, знаете, свет подать. Может быть, свет загорится и сверху тоже, чтобы дом было видно издалека. Как вариант. Так, ну все, у нас просто куча, куча грибных бульонов. Я поехал. Конечно, закрытое пространство, там у нас горит костер. Так, дерево мы же потратили, да? 4, 5, 6. Все. Буквально один костер. Так, а это у нас еще за база, надо будет запомнить, которая возле красного трактора, правильно? Да. Все, это самое главное. Так, ну, короче, тогда выдвигаемся в сторону зарей, возвращаемся обратно сейчас по дороге. чтобы не теряться. Конечно, можно дойти по-другому, но я пойду, говорится, уже путем, изведанным для нас. Перегруз все равно 54 килограмма, блять, просто... И вот мое внутреннее ээээ, оно не позволяет мне скинуть все эти вещи. Но не позволяет. Я знаю, что фильтры еще... А, это изолента, почему-то. Хотя, похоже, она от фильтра. Фильтры очень, типа, да, тяжелые. Так как ремонтировать тоже пока непонятно там сказано, нужен уголь. Уголь нужно переработать, какой-то абсорбент. Как это все дело сделать, непонятно. Короче, вопросы на вопросах. Ну-с, поехали. Так, работаем по рации. 400 метров. А вот там было 370 с той стороны. То есть, сигнал уходит слегка налево, ближе к озеру Круглое. Ну, либо в сторону приборного завода, но левый край его. Потому что, реально, мы когда были там, там было 370 метров, то есть мы, хотя мы по дистанции сюда не сдвигались, по вертикали, а по горизонтали сдвигались. То есть, щитка слева. Не-не-не-не-не-не-не, тратить фонарик. Не-не-не, короче, что да. Метры довольно быстро отбавляются. Дистанция такая же большая. Конечно, хочется здесь везде походить, поползать. Но я себя ловлю на мысли на том, что сейчас просто вот в обычном месте набережная города Полярной Зори. Это прям город. Короче говоря, в обычном месте я вряд ли найду себе что-то ценное. Папка не фолина. Мы настолько уже этим лутом обмазаны, что прям вот ценное найти. Прям ценное. Нам нужны именно склады кейсов, сундуки. Вот такие вещи нужны. Настойка лечебная. Но это как бы тоже круто, но... Но нет. Какой-то весло и птичка. Наверное, это какой-то реальный памятник, который я, к сожалению, не знаю, поэтому не бейте меня палками по лицу. Не шарю, не разбираюсь. Так. Да, да. Внимание всем, что-то не так на станции приближается. Это, по-моему, то, что мы уже слышали в записи. То есть, до сих пор аппарат, который эту запись породил, он работает, он транслирует. Блин, хочется, конечно, заползти в эти домики все, посмотри, что да как. Там у Хладос стоит. Опа. Еда. Консервы валяются просто так на улице. Класс. Да гребаная усталость, как бы, не такой уж большой вес. Можно я просто похожу? Не души меня так сильно. 240. Очень близки уже. Почему-то вот данное здание прям загорожено забором. Но нам не к нему сейчас. Очевидно. 205 метров. 205 метров. Нежилые дома. Были жилые, стали нежилые. Тут что-то стоит. А, заправка для зажигалки. Очередная. Так, ну вот здесь можно зайти в этот дом. Прям явно. Чей-то ботинок остался на проходе. компрессионный мешок. Который находили уже сто раз, но аптекарь первой помощи. Набор для стрижки. Кто, 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 и че, и че, и че, и че. Рот свой закрой. Умница, блин. Бежит, гавкает, что-то шипит. Псина. Ага. Прям телефонии. А, это не заправка, это часики стояли. Часики, дипломат, ноутбук, клавиатура, мышка. Сигареты Петр Первый. Вроде больше ни хера. Какой-то айтишник здесь жил. В этой квартире в правой. Жил и нету жил. Сбор для заточки. Это что такое? А, другой ботинок. Его уже. Ботинки поразбросали. Зачем я иду наверх непонятно. Сейчас там бас и все закрыто. Будет, конечно, обидно. Зато какие открываются виды и в который раз я понимаю, что я хочу бинокль. жил. А, здесь ё-моё, здесь прям комп стоит. Картина красивая. Что, лесные санки? Что я только что поднял? Что-то что-то лесное было, но я не понял, что. Блин, ладно, потом гляну. Что-то поднял. Так, водичка Чистая, кристальная Болком примерший Вроде все Еще водичка Грязная, кстати, вода, но у нас Акватапс есть Не проблема Панка с порохом Да, блин, мне бы рецепт открыли для начала Как этот в порох применять Я бы, блин, понаделал столько всего, но Это тайна покрытая мраком Блин, конечно, такие прям комнаты, не знаю, но Причем самое ужасное, что такие квартиры же были Это же, как они там, эти микро-мини-хрущевки Которые прям супер-маленькие Но вот реально просто Типа метр на метр Как в этом жить, непонятно Я слишком крупный для этого Я большой мальчик Так, ну походу здесь все, больше ничего нет Ну, кроме собаки, которая там возмущается То, что мы сверху, а она снизу ее это бесит Он говорит, я хочу тебя загрызть, падла А ты вот так вот, падла, делаешь Ну, спустись, козел Сейчас, 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 песик Ляжешь там, рядышком с твоим другом Не переживай О, фонарик всем Это будет сто процентов, не переживай Я тебе гарантирую это А, это я вернулся в эту квартиру Смежную Соп или нет Как легко потеряться Так, ладно Мы заряжены? Заряжены, поехали Вот они Эй, не хочу всирать патрон Сейчас еще промажу Потом кто-то будет Так, грязная вода У нас еще тут две бутылки получается Да, грязная водичка Где наш Акватапс? Сделаю сразу Что мешало Я иду к тебе, песик Вернись Куда убежала, зараза, шапка Что, реально засала, что ли? Я спустился как бы, алло Не, ну это позор Это просто позор Слышу, слышу ее Здесь, близко А сколько было гонора, как говорится А? Так, ну я не эксперт Но уже чисто по топографии Можно предположить, что нужном здании Это вот то здание Обмершая Трехэтажка Или пятиэтажка Товарищ Ленин стоит здесь Уже, я думаю, всем очевидно Да понял я, понял Вообще, как бы там говорится сообщение Что не подходите В никаком случае Что тут полная задница А мы как бы именно сюда и идем Наверное, не совсем правильная С той стороны позиция Но, что поделаешь Так Чай с шиповником Поехали Вообще имба Как вкусно Слышу собак слева Или справа О, я без оружия Это котик или что это такое? Это микроволк Фу, блядь Не пугай меня так Зараза Да, да, да Все По-моему, еще собаки есть Приборный завод, ребята Приборный завод Внимание всем Говорит штаб Запрещено Запрещено Я понял, я понял, понял Запрещено Это я понял Так, секундочку Фонарик У нас еще были, по-моему, батарейки Батарейки еще были Их было до хрена Не обманывайте меня Где батарейки? Я не вижу батареек Мое зрение потеряло батарейки Они же были Так, напрягись, давай Что, неужели я все батарейки просрал? Вот они Дребаные, оранжевые батарейки Незаметные В режиме стелс-ниндзя Так, нам нужен второй этаж Здесь Очевидно Я не сразу догадался Внимание всем Говорит штаб Гражданской обороны Приближаться Городу Полярной зори К поселку Городского типа Найден Источник сигнала В роли Ищейки До этого мы уже слышали Все это время Обещал Фактическая радиопередача Необходимо смотреть комнату Как можно детальнее Может Будут наводки На судьбу жителей города Максимально Детально Осмотреть Комнату Конкретно эту Документы Д6 Не то Телефон Не работает Записка Детальный осмотр Есть Так Дальше Проект убежище Судя по полученным данным Жители города Выкурились в убежище Под военной частью Надо так Можем быстрее Два раза туда Так А где у нас Послание выжившим Внимание Следуйте сигналы Следуйте к военной части Там убежище У нас найдете припасы Медикаменты Иначе смерть Так Военная часть Можем немножко Лучей солнца Приборный завод А что из этого Военная часть Вопрос вот в чем Аааа Вон справа ВЧ 1-4-4 Прям справа от нас Военная часть Находится Недалеко Понял Ну если ВЧ Это военная часть Ну скорее всего ВЧ Это военная часть Я думаю это логично Внимание Все 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 Я нашел Сигнал Успокойся Сигнал Как говорится Найден Так Опа Тозик положили Подожди А он Цели Нашего Нашего 93% У этого Соточка Ууу Ляля Разрядить Разобрать Может сейчас Как-нибудь Подчиним себе Мосинку Не знаю Магическим образом Детальки есть, но они вот бляха не используются Таким образом, не знаю почему Все равно получил перегруз Все равно получил перегруз А, 63 килограмма, откуда вес так резко Скаканул-то, от чего, детали такие тяжелые что ли А, они по 2,3 килограмма Блин, а как ее чинить, я не понимаю Вот у меня есть детали Вообще не работает Кстати, мои шмотки уже довольно сильно поломанные И шапка, и шапки трындец Перчим тоже трындец Это сейчас, кстати, впервые за игру я что-то чиню Ну, в полевых условиях, в смысле, имеется в виду Вот задница, а, что ж теперь делать Грязная вода, получается, нет, чистая А, что ж теперь делать-то С этими килограммами Тут, в принципе, по 10% должно хватить Чтобы починить Мосинку, но Но ми не можем Блин, ну это большой перегруз Ну, давайте я пока здесь скину все-таки Детальки, эти две штуки Я не знаю, как чинить Если научусь, починю Если нет, то все Я с собой утаскаю уже всю игру А ни разу с нее даже не выстрелил Так что смысла в ней особого нету На заводе, наверное, строение прибора Должно быть что-то, какое-то устройство для починки Возможно, такой же станок, как был в подземке В той Скорее все, детали используются просто как процент починки То есть добавляете процент для починки И все То есть нужно найти станок И с помощью него починить то, что тебе требуется По-другому, как говорится, никак Опять же, куча ящиков Ну, завод хочется обойти Сто процентов Но, наверное, мы это, наверное, оставим на следующую серию Уж слишком много изначально всего интересного Наверное, этой локации будет больше посвящено сюжету Вряд ли уже будет какое-то выживание Потому что слишком много объектов на карте Слишком много ресурсов Здесь уже выживание, ну, типа все Мы выжили в первой локации Теперь уже, как говорится, сюжет И понимание того, что здесь происходит На этом пока все Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Всем удачки Пока-пока Не ласка, блядь Зараза Субтитры сделал DimaTorzok